Айнард Фиан, жители Империи, с вами Нелюгардец. 4 апреля 2024 года вышла долгожданная отечественная игра Смута. Рождение сего шедевра ждали многие, ибо проект был заявлен как русский ассасин-ведьмак-призрак Сусимы. Разработчики обещали удивить всех грядущим шедеврам, и им это удалось. Вопреки всем ожиданием мир увидел не доброго молодца, а неведомую зверушку, которая визуально была похожа на ведьмака, но при детальном рассмотрении превращалась в лучшем случае в химеру. На сегодняшний день я прошел всю игру, поэтому знаю все ее недостатки. Однако, в отличие от 90% блогеров, я не хочу в сотый раз перемывать кости этой игре. Такого контента сейчас навалом. Мне хочется трезво оценить ситуацию вокруг Смуты, а для этого нужно отмотать пленку на пару лет назад и начать с самого начала. Впервые мы услышали про Смуту 18 июня 2022 года на сессии Института развития интернета. В ходе этой встречи мы узнали, что нас ждет историческая игра в жанре экшен-рпг, действие которой развернется в период Смутного времени, и уже тогда нам сообщили, что она будет похожа на такие игры, как Призрак Цусимы, Ассасин Скрит и Ведьма. Главный же разработчик игры, генеральный директор ООС Абери Лимитед Алексей Копцев заявил, что через пару месяцев должны были показать первый тизер, а в конце 2022 года первый пилот с графикой и механиками. Выход же основной игры был запланирован на конец 2023 года. В следующем, в 2024 году, должны были выпустить два сюжетных дополнения. У пытливого зрителя сразу же может возникнуть справедливый вопрос. Кто дал микрофон Ноунейму? Теперь задайтесь другим вопросом. Знали ли вы что-нибудь про ООО Сайберия Лимитед до июня 2022 года? Ответ, думаю, очевиден. Так почему же эти люди оказались на сцене? И почему они с таким опломбом сразу же начали хоронить Ведьмака и Ассасина под гранитной плитой Смуты? Компания Siberia Nova, ранее Siberia Limited, была образована в сентябре 2015 года. Название компании сменила летом 2022 года. Ею совладеют Эльвира Холодова и Алексей Копцев. Он также занимает должность геймдиректора компании. До Смуты Алексей Копцев работал продюсером в компании Wargaming, которая разработала World of Tanks. Так вот, в промежутке между 2020 и 2022 годом Смута выиграла 260-миллионный грант Института Российского Интернета на создание национального контента. Когда компания победила в гранте, не совсем понятно, ибо в одних новостях говорится о 2020 году, в других о 2022. Скорее всего, сам конкурс проходил в 2020-2021 году, а в 2022 объявили победителей и пригласили их на эту сессию. Подтверждением этого является питчбук, то есть презентация игры 2020 года, где разработчики показали свое видение игры и фотографии некоторых пресетов и артов. Документ очень даже интересный, если вы его не видели, то ссылку на новость я размещу в описании к видео. В презентации черным по белому было написано, что визуал и механики должны опираться на Assassin's Creed и Ведьмак 3. Локации должны быть не просто в реальных местах, а исторически воссозданной атмосфере. По словам разработчиков, нас должны были ждать великолепные виды природы, красивые костюмы, наполненные модельками живой мир и, конечно же, пышущую жизнью города, в частности, величественная и необъятная Москва 17 века. В локациях же, помимо выполнения квестов и зачистки лагерей, мы должны были грабить караваны. Главный герой получит разветвление сюжетной линии, в бою сможет использовать холодное и огнестрельное оружие, а также прокручивать комбухи. Качать персонажа мы будем не просто распределяя плюсики, а вставляя в него самоцветы и реликвии. И пока вы, дорогие друзья, задыхаетесь от смеха, у меня к вам всего лишь один вопрос. А чего из этого нет в смуте? Больших городов с кучей моделек и красивых зданий? Нет, это все есть. Заявленная система боевки? Она тоже присутствует. Мы рубимся двумя видами холодного оружия, прокручиваем комбухи и стреляем либо из пистоля, либо из пищали. Самоцветы и прочие реликвии в Юрия мы засовываем. Лихо закрученный сюжет есть. Красивая природа тоже присутствует. Из заявленного списка, что реально сломано, так это наполнение мира активностями. Караванов нет, лагеря какие-то странные, стелс присутствует, но Юрий, благодаря текущим параметрам игры, едва сев на корточки, буквально превращается в синоби экстра класса. Плюс мир сам по себе полуоткрытый. У нас нет большой карты мира на множество километров, по которым мы бегаем всю игру. Как это реализовано в Ассасине Одиссея, Red Dead Redemption и так далее. Так что чисто технически более половины обещаний разработчики сдержали. Однако, несмотря на это, смутное судно так и не поплыло. У среднестатистического игрока сложилось ощущение, что все эти локации, механики и квесты просто свалили в одну кучу, забыв при этом их как-то связать между собой. С другой стороны, конечно же, полезла целая куча багов и поломов, в частности с кат-сценами, которые начинались в одном месте, заканчивались в другом, а мы после них оказывались в третьем. Другая важная проблема – это то самое окружение, которое вроде бы было, но в то же самое время отсутствовало. Мир, как таковой, конечно же, был. Фигурки были в большом количестве. Они пытались жить своей жизнью, даже взаимодействовать между собой и с персонажем. Но все же это было настолько топорно и картонно, что серьезная атмосфера смутного времени превращалась в палату психбольницы, где на каждом углу клонированные группки обдолбанных зевак пели и танцевали, а мальчик-аутист везде преследовал нас и упорно доказывал, что какой-то Федя съел медведя. Реакция на игру была соответствующая. Разрабам припомнили все – и караваны, и атмосферу, и русский аналог «Ведьмака Ассасина», и «Прошлогодний успех Атомик Харта», и так далее, и тому подобное. На хлипкое суденышко смуты обрушился настоящий шквал критики, но основным вопросом, как всегда, стал бюджетный вопрос. Все стали интересоваться, куда дели, точнее сказать, кто и как распилил полмиллиарда бюджетных рублей. Стоп! Как полмиллиарда рублей? Я же говорил, что грант составил 260 миллионов рублей. Откуда взялись еще деньги? И взялись ли? 10 февраля 2023 года в газете «Ведомости» появилась интересная статья, где сообщалось, что А на Институт развития интернета вложит дополнительные средства в разработку игры «Смута». Об этом изданию рассказал гендиректор Ильи Алексей Гориславский. Цитата. «Точный размер инвестиций он не назвал, но уточнил, что он сопоставим с прошлым траншем». То есть суммарно за два года разработчики игры «Новосибирская студия Сиберия Нова» получат приблизительно полмиллиарда рублей. Контракт, в свою очередь, будет подписан до 1 марта. Он также добавил, что в случае популярности проекта Ильи с большей вероятностью продолжит финансово его поддерживать и после релиза. А далее в статье была следующая переписочка. «Источник ведомостей на рынке видеоигр утверждает, что общий размер инвестиций в «Смуту» может составить приблизительно 1 миллиард рублей». После выхода этой статьи началась обычная игра в сломанный телефон. Другие СМИ напечатали, что на «Смуту» уже потратили полмиллиарда рублей, а блогеры и прочие бездельники стали орать про растрату целого миллиарда рублей. В действительности дела обстояли менее радужно. В феврале 2023 года чиновники сказали, что выделят дополнительные средства, но только в будущем. При этом все было обставлено как заявление о намерениях, где конференция о подписании договора и так далее. Это же целое событие. Лично я сначала думал, что дальше новости дело не двинулось. Ири пообещала денег, Сиберия Нова поблагодарила их за обещание. Однако я худобедно смог откопать открытую бухгалтерию смутной компании. Ссылку на все документы я оставлю в описании к видео. Итак, давайте посмотрим на так называемый «распил» полумиллиарда рублей. До 2022 года Сиберия Нова дрейфовала между бедностью и нищетой. Поступления сами видите какие. Только в 2021 году они показали хороший рост и чистую прибыль аж в 7 миллионов рублей. Все изменилось в 2022 году. Компания получила те самые 260 миллионов рублей. А в 2023 году выручка, то есть поддержка составила около 300 миллионов рублей. Однако это не так важно. Важно сколько осталось в компании. Прибыль в 2022 году была 19 миллионов, а в 2023 году 22 миллиона. Таким образом, все грантовские деньги компания потратила. Но вопрос на что? Вы, наверное, сразу подумали про яхты, виллы и элитный алкоголь. Смотрим документы и видим, что сотни миллионов компания потратила на расходы по обычной деятельности. Открываем справочник и видим, что к таким расходам относят покупку материалов, оборудования и зарплату сотрудников. Также мы можем увидеть, что за два года компания увеличила стоимость своих активов до 234 миллионов рублей. То есть половину всех средств она потратила на покупку новых активов. А что же это такое? Точной информации расходов компании я не нашел. Но могу предположить, что себе Ренова купила себе помещение, офисные принадлежности, кучу компьютеров и прочего дорогостоящего оборудования, необходимого для создания ААА игр. Например, оборудование для звукозаписи, захвата движения, камеры, лицензионный софт и прочую электронику. Весь этот хлам украсть нельзя, ибо он остается на балансе компании и получает инвентарные номера. Да, можно сказать, что по документам купили 10 компьютеров, поставили 5, а остальные компьютеры отмыли через фирмы однодневки или изменили марки компьютеров, а разницу отправили себя в карман. В общем, схемы есть. Но тут проблема в гранте. Институт развития интернета – это госструктура, которая, как ни крути, вынуждена следить за своими деньгами. Плюс за их деньгами следят множество других органов, которые вы все прекрасно знаете. Другое направление – это заработная плата. В отчетности она не прописывается отдельной строкой, но с кучей допущений ее можно посчитать. На том же самом сайте можно увидеть объемы страховых выплат, которые заплатила себе Ренова. Вы видите их на экране. Все эти начисления высчитываются на основе заработной платы компании. То есть предприниматель платит вам заработную плату, потом берет ее как 100% и дополнительно оплачивает определенное количество страховых взносов. Зная страховые взносы, мы, по идее, можем вычислить, сколько Сиберия-Нова заплатила своим сотрудникам. Для этого нужно посмотреть на тарифы этих взносов. В целом все очень сложно и муторно, ибо, по идее, мы должны сначала рассчитать тариф на одного человека, до одной суммы, потом до другой, потом сделать нарастающий итог и получить сумму взносов за год с одного программиста. Затем сделать то же самое для каждой отдельной должности, сложить все вместе и получить общую сумму зарплат и взносов. Я же буду действовать грубо в обратном направлении, так что ошибка в вычислениях может быть большой. Но я хотя бы постараюсь найти тот диапазон, в котором смутовцы платили своим работникам. Итак, существует два тарифа, 30% для обычных компаний и 7,6% для IT-компаний. Считать будем оба. Да, бухгалтера скажут, что данные взяты за 22-й год, там была другая система подсчета по отдельным статьям, 22% плюс 5,1 плюс 2,9. Но в итоге все равно получается 30, так что считать буду всем скопом. Итак, 1,44 миллиона плюс 419 тысяч плюс 5,45 миллионов рублей. Получаем 7 миллионов 300 тысяч рублей взносов. Берем тариф 30%, значит это сумма 30% от фонда заработной платы. Следовательно, вся заработная плата в себе Ренова составляет в 2022 году 24 миллиона 333 тысячи и так далее рублей. Согласно той же отчетности в 2022 году, над смутой в среднем работало 20 человек, включая гендиректора и прочий персонал. Итого в среднем каждый работник получил 1 миллион 216 тысяч и так далее рублей в год или 101 тысячу рублей в месяц. Что соответствует средним ценам на услуги программистов в Москве и Питере. Я, конечно, разные объявления видел, но чаще всего встречались в районе 100 тысяч рублей. Теперь берем тариф 7,6%. Кстати, скорее всего именно такой тариф и использовала Сиберия Нова. Потому что ее вид деятельности по АКВЭД значится под номером 62.01. Разработка компьютерного программного обеспечения, что подпадает под деятельность российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Так вот, 7,3 миллиона это 7,6% от фонда заработной платы. Следовательно, вся заработная плата в Сибирии Нова составляет в 2020 году 96 миллионов рублей. Согласно той же отчетности, в 2020 году над смутой работало 20 человек, включая гендиректора и прочий персонал. Итого, в среднем каждый работник получил 4 миллиона 800 тысяч рублей в год или 400 тысяч рублей в месяц. Что очень уж много. Безусловно, не все получали такие деньги. Плюс сюда входят премии, переработка и так далее. Но чего греха таить? Мог ведь гендиректор выкрутить себе новогоднюю премию в район миллиона рублей. Вопрос только, как он об этом отчитался по гранту? И тут малолетние активисты могут начать орать, что вот она коррупция, она вам не смута и так далее. Но беда в том, что в отчетности указана не общая или штатная численность сотрудников, а среднесписочная. То есть, их считают каждый месяц, квартал, полгода или год. Затем делят на количество периодов и получают среднее значение. Грубо говоря, у нас 8 месяцев в году работало 5 сотрудников, а оставшиеся 4 месяца 40 или 50. В итоге, если посчитать среднее количество за год, то получится как раз в районе 20. Сибирянова произошла, на мой взгляд, такая же история. В мае 2022 года они выступили на конференции и подписали договор о гранте. Насчитаем, деньги капнули в июне-июле. Первую ораву сотрудников они наняли в августе-сентябре. Окончательно штат сформировался где-то в конце сентября, начале октября. Ну и последние 3-4 месяца разросшийся штат сожрал 96 миллионов рублей. Цифра для детей большая. Но взрослый работник знает, что это годовой фонд заработной платы коллектива от 50 до 100 человек. И эта цифра бьется с заявлениями разработчиков, которые перед релизом игры заявили, что сейчас над проектом работает 75 человек. И, кстати, если эти 96 миллионов разделить на 75, то мы получим 1 280 000 рублей в год на сотрудника. Или 106 000 рублей в месяц. Что, опять-таки, нормально для московского IT-специалиста. Опять же, я еще раз хочу отметить, что я не бухгалтер и допустил много ошибок и допущений при расчетах и так далее. Считайте мой спич приглашением к серьезной дискуссии, а не привычному поливанию по-моему в интернете. Если вы можете произвести свои расчеты более точные, объяснить, как все это работает, или проанализировать всю бухгалтерию Сибири Янова, чтобы схватить их на коррупцию, то, пожалуйста, делайте это. Пишите в комментариях или шлите свои материалы мне в ВК. Я их просмотрю и сделаю ролик с подборкой таких расчетов. Но мы идем далее и продолжаем считать. За два года компания потратила 234 миллиона рублей на приобретение активов, плюс около 100 миллионов на зарплату в 22-м и 23-м году. Итого мы получаем чуть более 400 миллионов рублей. Получается, что зависло у нас еще 100 миллионов. Непонятно, куда они пошли. Но из них мы можем попробовать вычесть чистую прибыль. Это 42,5 миллиона рублей за два года и остается 60 миллионов. Куда потратили их, из документов непонятно, но можно предположить, что эти деньги могли пойти на всякий аутсорсинг. Например, Сибири не могла что-то сделать с кодом, и вместо найма хорошего программиста она заказала часть работ у сторонней компании. Тогда потраченные деньги пойдут не в зарплату, а в сделки. Но при этом будут потрачены как расходы на основную деятельность. Опять же, по документам все деньги грантов потрачены. А полученная чистая прибыль должна быть потрачена в 2024 году. Таковы условия всех договоров с государством. Правительство дает вам деньги. Вы их все тратите до копейки. Если что-то остается, вы это возвращаете правительству. При этом, обращаю ваше внимание, что у смутной компании есть еще и кредиторская задолженность в 176 миллионов рублей. Кредиторская задолженность – это не обязательно кредит в банке. Это просто задолженность предприятия или физлица перед другими лицами. При этом она может возникнуть, если вам сначала оказали услуги, а вы потом за них заплатили. Например, в декабре 2023 года другая компания помогла себе Ренова с кодом, а деньги получила в январе или марте 2024 года. Или все эти деньги потратили на рекламу игры, что вполне себе вероятно. То есть, на конец декабря 2023 года Копцев должен был выплатить своим контрагентам еще 176 миллионов рублей за оказанные услуги. На этом я хочу завершить бухгалтерский блок этого видео, ибо он подзатянулся. Еще раз в ответ на пустословные вопли о коррупции я хотел показать, куда, скорее всего, потратили деньги Гранта. И самое главное, что это очень маленькие деньги. Полмиллиарда рублей в современных условиях – это пшик, жалкие гроши, на которые можно выпустить как раз-таки что-то вроде альфа-версии Смуты. Но давайте посмотрим на другой документ – дорожную карту Смуты, которую нам показали еще в презентации 2020 года. Там руководство компании разбило свою игру на пять этапов. Первые четыре занимают шесть месяцев, ну и последние, наверное, тоже месяцев шесть. Таким образом, изначально нижней планкой разработки игры было два-два с половиной года. Но это нижняя планка. Посмотрите на последние ААА-проекты. Они же все время переносятся на полгода вперед, иногда на год. Так что в случае Смуты мы тоже можем приплюсовать от шести до двенадцати месяцев на разработку, которых у них не было. Плюс я уверен, что основная работа над игрой стартовала в октябре-декабре 2022 года, когда была собрана вся команда, допилена концепция игры и получены деньги первого гранта на ее разработку. Ибо документы на финансирование были подписаны только в мае 2022 года, о чем я говорил ранее. Касаемо концепции. Сравните арт-бук 2020 года и то, что получилось. Я уверен, что Сиберия Нова просто хотела попытать счастье с проектом и неожиданно для себя победила в гранте. Поэтому в начале с мая по октябрь им нужно было превратить свой комикс 2020 года в нормальный мануал игры, где должно было быть расписано все. А это, извините меня, документ на несколько сот страниц. У Red Dead Redemption или последних Ассасинов он, наверное, занимает тысячи страниц. При этом этот этап работы, связанный с разработкой сюжета, придумыванием локаций и так далее, является подготовительным и занимает всегда 1-2 года перед основной работой. В это время команда геймдизайнеров, сценаристов, просто дизайнеров, программистов и так далее разрабатывают общую архитектуру игры. Размер же этого кружка по интересам зависит от общего масштаба проекта. Чем он масштабнее, тем больше кружок. В общем, в 2020-2021 году над Смутой должна была работать целая толпа народа, которой у Сибири иного, судя по документам, не было. Ну а мы идем далее. В 2020 году на реализацию проекта смутовцы затребовали бюджет в 20 миллионов долларов, по 5 лямов на этап, или 1 миллиард 480 миллионов рублей всего по курсу 2020 года. Компания, в свою очередь, получила полмиллиарда, то есть 6,7 миллионов долларов по курсу 2020 года, или 5,5 миллионов долларов по курсу 2024 года, что соответствует минимальному аппетиту разработчиков. Смотрите еще раз дорожную карту. Им были нужны 5 лямов долларов, чтобы создать первую играбельную версию игры, то есть альфа-версию. Так что через полгодика-год мы получим настоящий релиз Киберпанк 2077. Ой, простите, дорогие друзья. Вспомнил другую игру схожей ситуации, которой, в отличие от Смуты, можно было проворачивать такие финты и тратить запредельное количество денег. Я бы даже сказал, космические суммы. Ну да, это же была не русская компания, так что им можно было так делать. Итого, с точки зрения менеджмента, Сиберия Нова совершила невозможное. Они выпустили продукт, потратив на него треть от заявленного бюджета и половину, даже меньше от минимально необходимого времени. В итоге мы получили то, что получили. Сырую альфа-версию. В качестве добивающего удара, я просто хочу сравнить бюджет Смуты 2024 года и бюджеты других хитов мирового игродела. Бюджет Киберпанка 2077 составил 436 миллионов долларов. Это одна из самых дорогих и недопиленных на релизе игр в мировой истории. Marvel Spider-Man 3 потратил 300 миллионов долларов. The Last of Us 2 – 250 миллионов. Red Dead Redemption 2 – 256 миллионов долларов. GTA 5 – 265 миллионов долларов. Starfield – 200 миллионов долларов. И также до сих пор недопилен. Hogwarts Legacy – 150 миллионов долларов. Врата Балдура 3 – 100 миллионов долларов. Ведьмак 3 – Дикая Охота – 67 миллионов долларов. Как видите, культовые игры последнего десятилетия – это дорогое удовольствие. С чем же можно сравнить бюджет Смуты? Dead Space 2 – 5 – 10 миллионов долларов. Anna 1701 – 8 миллионов. Empire Earth 3 – 10 миллионов. Gears of War – 10 миллионов. Hitman 2 из нулевых годов – 3,5 миллиона долларов. Hitman 3 от 2021 года – 23 миллиона долларов. Ну и, наконец, первый и второй «Ведьмаки». Примерно по 5-6 миллионов долларов на разработку каждой из игр. Да, можно сказать, что 1 доллар 2005 года – это на сегодняшний день 10 долларов. Или 100. Тем не менее, виден диапазон и уровень бюджетов. Бюджет Смуты находится на уровне хороших или нормальных игр середины и конца нулевых. В итоге мы получили игру именно этого уровня. Да и общий геймдизайн Смута, на мой взгляд, очень сильно смахивает на второго «Ведьмака» и третьего «Ассасина». Вместо одного большого открытого мира у нас разбитые на блоки локации, которые привязаны к сюжету. Причем эти локации зачастую коридорного типа. Окружение есть, но оно, по современным меркам, картонное. В том же «Ассасине» люди тупо ходят по кругу или кучкуются в компашках. В «Тром Ведьмаке» они тоже либо ходят из стороны в сторону, либо сидят и стоят на одном месте. Да и само окружение – это, по сути, клонированные особи. В этих играх было от силы десяток моделек NPC, которые не были сюжетными персонажами. Да, в «Смуте» это доведено до совершенства, и нас ждет настоящая атака клонов во всех локациях. Но для разнообразия нужно было время, которого у разработчиков просто не было. Что же такое эта ваша «Смута»? В перспективе это мог быть еще один хороший отечественный продукт наподобие «Атоми Харта». Однако, из-за кореового менеджмента и неумелого позиционирования игра не взлетела. А мы получили «Киберпанк» образца 2020 года. Как же мне представляется эта ситуация? Компания любителей видеоигр, работавшая на других разработчиков, решила рискнуть и запилить свой проект, о котором они мечтали многие годы. Благо, появилась для этого возможность. Они быстренько набросали план проекта и отправили его на конкурс, в свободное время продолжая думать об игре. В итоге, к их удивлению, проект не просто был замечен, а выиграл грант от государства. Далее последовали овации, рукопожатия, ряда прометчивых заявлений, которые, скорее всего, были сделаны под влиянием каких-то гениев маркетинга, а затем подписание серьезных документов с государством, где говорилось про финансирование, этапы работы, штрафы, неустойки и, конечно же, ответственность. В общем, полтора разработчика с книжкой-раскраской вместо плана проекта получили на руки пару сотен миллионов рублей и срок завершить первый этап работы согласно заявленным показателям в их бизнес-плане. Думаю, протрезвев после банкета, копцев и компания начали рвать на себе последние волосы от той глупости, которую они совершили. Но метаться уже было поздно, договор подписан, а за его неисполнение можно и на нары присесть. Так и началась бурная деятельность. Молниеносная закупка оборудования, найм команды, разработка концепта игры с полного нуля, освоение программ и, самое главное, сплачивание коллектива. Ведь разработка игры — это командная работа, и первые несколько месяцев людям нужно сработаться. Это как в армии. Первый месяц — вы салаги, которые не могут держать строй и разбегаются в разные стороны, а затем вы начинаете напоминать подразделения, двигаетесь в одном направлении и даже делаете повороты. Все это заняло, на мой взгляд, весь остаток 2022 года. Еще раз обращаю ваше внимание, создание игры «Смута» проходило параллельно с созданием компаний и коллектива «Сибиря Нова». То, что было до 2022 года — это плевок, а не компания-разработчик. Итого, на создание игры у них остался только 2023 год. Именно поэтому в игре так мало разнообразия, много зацикленностей и куча пресетов. Им банально не хватило времени нарисовать что-то свое и в огромном количестве. Однако работу они не бросили и сделали более-менее работающую альфа-версию, чтобы закрыть первый этап по договору, отчитаться, получить дополнительные средства и начать дорабатывать то, что уже есть, и вводить в игру обещанные элементы. На момент написания текста прошел месяц релиза, за который смутовцы выпустили 4 патча только к основной игре, а также 2 патча к игре-книжке «Смутное время». Также они обещают выпускать по одному патчу каждые 2 недели до тех пор, пока смута не приобретет нормальный вид. Таким образом, моя теория работает. Они выпустили болванку альфа-версию в 2024 году, чтобы отчитаться по всем показателям, закрыть все вопросы и, наконец, продолжить спокойно дорабатывать игру до ее нормального вида. Самая же большая ошибка разработчиков — это хайп ради хайпа. Я думаю, что они не питали больших иллюзий относительно первой версии игры, но при этом всячески раздували вокруг нее ажиотаж, обещая игрокам золотые горы. В итоге наши ожидания завысились, а 4 апреля 2024 года рекламный пузырь лопнул, подняв при этом дикую волну хейта. Да, черный пиар тоже пиар, но его еще нужно уметь делать. У смуты, как мне кажется, получилось не очень. И лично я не вижу здесь ничего необычного. Последние 4 года ААА проекты так и работают. Возьмем тот же самый киберпанк, который я все время упоминаю. Там же была схожая ситуация. Люди устроили себе рекламу, собрали сотни миллионов долларов с инвесторов и начали работать над игрой в самый последний момент. То есть, после того, как допилили третьего Ведьмака. Это 2017-2018 год. Они сделали болванку и релизнули ее в 2020 году. Тем самым они собрали дополнительные деньги с трудящихся и отчитались по договору с инвесторами. Формально все было как надо, но по факту вышло чистое издевательство. Тем не менее, разработчики игру не бросили и за 3 года смогли довести ее до ума, а также выпустить большое сюжетное дополнение и ввести в игру обещанные элементы. По Старфилду, я думаю, не стоит даже заикаться. Однако вы скажете, почему я все время хейчу киберпанк и т.д. Ну, дорогие друзья, CD Projekt RED это не компания, созданная на коленке буквально в позапрошлом году. Это уже огромная корпорация, которая имеет более полутора десятков лет опыта работы в игровой индустрии и у которой уже есть множество различных проектов. Сибирьянова — новичок, которая буквально, как я еще раз повторю, собрана на коленке. И Смута — ее первая игра. И я надеюсь, не последняя. Так вот, Смуту, на мой взгляд, ждет то же самое, что и киберпанк. Игру за полтора-два года доведут до нормального состояния. Выпустят одно или два дополнения. После чего состоится настоящий релиз Смуты в 2025 или 2026 году. А разработчики начнут создавать новую игру в нормальном рабочем режиме. И здесь важно понимать, что Смута, как и первый Ведьмак, вышла комом. Но сама работа над игрой стала началом для еще одного крупного русского разработчика видеоигр. Это самое главное. Первые проекты компании редко когда выстреливают. Поэтому, прежде чем вы будете десятилетиями наслаждаться третьим Ведьмаком, вам придется один или два раза пройти вторую, или что еще хуже, первую часть серии. И лично я считаю, что так и будет. Нас ждет Смута 2, а потом Смута 3. Например, посвященная Дворцовым Переворотам или Восстанию Декабристов. И именно там нас ждет огромная карта Российской Империи наподобие Ассасина Одиссии. Живой мир, лихо закрученный сюжет и так далее и тому подобное. Поэтому, если мы хотим играть в хорошие отечественные игры с интересным сюжетом, где русские персонажи это не картонные кровавые алкаши в шапках-ушанках, а нормальные, близкие нам персонажи, то нужно пригасить в себе пламя разожравшегося потребителя и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. В будущем нас ждет огромное количество Смут. Их будут сотни, но потом мы получим своего Ассасина, Призрака Цусимы, Red Dead Redemption, Ведьмака и, что самое главное, ААА проекты, превосходящие зарубежные аналоги. Я купил эту игру, чтобы поддержать отечественного производителя, понимая, что выйдет продукт среднего качества или еще ниже. Я прошел игру, положил на полку и буду ждать ее доработки. Безусловно, разработчикам нужно указывать на их ошибки, но огульно поливать их ради своего хайпа и требовать их казни не нужно. Если и далее компания будет выпускать шлак или кидать игроков, как Ubisoft, то тогда, да, нужно кричать, биться в истерике и требовать посадок. А пока важно понять, что Сиберия Нова находится в начале долгого, извилистого и очень трудного пути. Тем не менее, путешествие в 1000 Ли начинается с первого шага. Разработчики Смуты свой первый шаг уже сделали. А на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что думаете о будущем игры Смута. С вами был Ниль Гардец. До новых встреч!